Приветствую вас. Вы знаете, конечно, ну вот так вот сразу, сходу, когда вы ставите свой вопрос так, говоря о том, что вы живете с мужчиной, страдающим алкогольной зависимостью, и это ваш единственный мужчина, и, как я понимаю, вы с ним несчастливы, с этим мужчиной, то, конечно, в этой ситуации первое, что приходит в сознание, это естественно, конечно, сразу, чтобы вы все-таки действительно рискнули, чтобы вы действительно как-то вот изменили свою жизнь, начали ее менять, да? Вот. Потому что, ну, в любом случае, хуже не будет, это однозначно. Но, понимаете, в чем вот дело? Нужно сказать, обязательно нужно сказать, что не все так просто. То есть, можно, конечно, можно принять решение. Можно принять очень быстрое решение относительно того, что вы будете делать. Как правильно сказал мой коллега, и я здесь с ним соглашусь, это то, что для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Нужно сначала, ну, не сначала, обязательно разобрать то, почему ваш мужчина, значит, пьет, что заставляет его употреблять алкоголь. Это первое. Без этого, без этого понимания вам будет очень сложно принять решение, потому что, ну, вот, объективно, мы же не знаем всей ситуации, да? Мы не можем знать всей ситуации, и давать вам какие-то, какие-то рекомендации, не знаем ситуации, это, мягко говоря, ну, знаете, безответственно. Это безответственно, а поступать безответственно мы не можем. Это было бы не этично уже. То есть, ситуация выглядит в первую очередь именно так. Далее, что я хотел сказать вам далее. Далее, это то, почему вы сами выбрали себе такого мужчину. Я имею в виду такого мужчину, который вам, вот, ну, не нравится, или которого вы считаете для себя плохим, которого вы не воспринимаете, да, или, наоборот, значит, считаете его недостойным для себя. Вот. Тобственно, вопрос заключается в том, почему вы его выбрали. Почему вы его, именно его вы выбрали для себя, для своей жизни. Чем обусловлен ваш выбор? Понимаете, это вот тоже очень важный момент. Чем обусловлен выбор, который вы сделали? Потому что, вот, опять же, можно говорить о том, как правильно поступать. Можно говорить о том, как нужно поступать. Но если мы не понимаем, чем обусловлен ваш выбор, то и помочь вам мы так же не можем, потому что мы не знаем обстоятельства, обстоятельств вашего выбора. А, как известно, то, то на что. Значит, то на то, как ваш выбор оказывался под влиянием каких-либо обстоятельств, это принципиально важное условие и принципиально важный момент для того, чтобы лучше вас понять. И поняв лучше вас, мы тем самым могли бы помочь вам. Понимаете, если мужчина, например, пьет, то, значит, есть какие-то негативные моменты в его жизни, которые ему не нравятся, с которыми он не может справиться и которые вызывают у него резко негативную реакцию. И вот если вы, прежде чем решать, уходить от него или не уходить от него, если вы перед этим попробуете ему, мужчине, то есть я имею ввиду, помочь, если вы перед этим попытаетесь ваше отношение спасти и хотя бы попытайтесь, то это будет праздник для вас. Ну, а если он не хочет ничего делать, если вам с ним тяжело, если вы не хотите с ним быть много, по какой-то причине все равно с ним, то вот тогда можно говорить о том, что у вас, к сожалению, имеет место быть определенная зависимость от мужчины. И в таком случае именно от зависимости в первую очередь вам нужно будет избавляться. А на зависимость это то, почему и как вы в течение долгого количества, долгого времени отдавались с этим мужчиной и не меняли свою жизнь. Знаете, для того, чтобы устроить отношения с другими мужчинами, не будет опыт как таковой. Я вам даже больше скажу, что опыт, он зачастую мешает, он зачастую застаряет восприятие другого человека. Я думаю, что вам нужно просто знать себя. Я думаю, что вам просто нужно понять, чего вы хотите, и не бояться этого получить. Не бояться этого хотеть, не бояться этого делать. Позволить себе быть свободным, любить себя. И тогда вас будут любить другие. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Информации мало, но видите ли, что-то мне подсказывает, по крайней мере опыт работы говорит о том, что как бы сильно вы не хотели, например, рискнуть жизнью, я имею ввиду рискнуть твоей жизнью, да, и вступить в новые какие-то условия для себя, вы не сможете этого сделать, потому что, скорее всего, у вас созависимые отношения. И для начала вам нужно из этих созависимых отношений выйти, а уже потом двигаться дальше. Уже потом учиться жить для начала самостоятельно, без мужчин вообще. Или только потом строить новые отношения. Если вы, выйдя из одних отношений, или даже не закончив их, сразу начнете строить другие, ну, из этого ничего хорошего не получится. Потому что, опять-таки, вы будете видеть в этих отношениях, в новом мужчине, вы будете видеть средства. Средства для достижения своих целей. А это не есть хорошо. Это не есть правильно. И вот именно об этом я и хотел бы, чтобы вы подумали. Подумали в первую очередь для себя. Не для нас, а для себя. И в зависимости от того, чего вы хотите, в зависимости от того, какие у вас обстоят, то в зависимости от того, что вы сами готовы делать, на что вы готовы, ради того, чтобы просто быть счастливой. Я сейчас не говорю о том, чтобы что-то менять. А просто быть счастливой. Вот зависимость от этого и будет и снова все дальнейшие 9 лет. Но вам обязательно нужно несколько раз поговорить с психологом хотя бы. Несколько раз, чтобы просто-напросто лучше добрался в себе. Потому что подобный вопрос, он уже подразумевает некоторые неверные установки в вашем сознании. И эти неверные установки, они не позволят вам вырваться из этого круга. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!